СКОРОСТНОЕ КОПИРОВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, РАСПЕЧАТКА ЛЮБОГО ФОРМАТА И ДЛИНЫ Только у нас. Воспечатка на ваттмане формата 1,50 рублей. Копирка. Улица Кузнечная, 85. Юридическая компания Амур Консалта предлагает квалифицированную помощь по взысканию страховых выплат, по искам о возмещении ущерба после ДТП, обжалованию действий сотрудников ГИБДД и иных государственных органов. Обращаться по адресам. Город Благовещенск, улица Шимановского, 27, офис 202. Город Белогорск, улица Кирова, 140, дробь 1. Город Свободный, улица Карла Маркса, 20, телефон 50, 20, 71. Группа компании Хэй Ли реализует со склада в Благовещенске сталь оцинкованную, оцинкованную окрашенную, по цене 43 тысячи рублей за тонну, а также профнастил. Обращаться по телефону в Благовещенске 38-72-13. Продукты серии ДЕЛО. Минимальный износ при максимальной эксплуатации. Обеспечивают длительную защиту несущих нагрузку деталей. Увеличивают ресурс двигателя. Уменьшают эксплуатационные затраты. ДЕЛО. В магазинах компании МаксИнтер. На Хмельницкого, 77 и на Кольцевой, 59. Здравствуйте, с вами Перехват. Здесь мы обсуждаем самые горячие события при Амуре и не только. В студии Дмитрий Кораблев сегодня в нашей программе. На правильном руле власти России не могут запретить праворульные автомобили. Дорожные войны на Благовещенских дорогах насчитали 207 перекопов. Сподручный тестер. Водители Франции обязали иметь при себе алкотестер. Власти России не могут запретить праворульные автомобили. По данным экспертов Автостата, в нашей стране эксплуатируется почти 2,5 миллиона иномарок с правым расположением руля. Это примерно 6,8% от общего количества легковых машин в нашей стране. Подавляющее большинство приходится на Дальневосточные и Сибирские регионы. Левинная доля праворулек. Порядка 80% приходится на Дальний Восток и Сибирь. 967 и 952 тысячи машин соответственно. Далее следует Урал. Там праворульными машинами управляют около 6,5% автомобилистов. Следом идут юг страны и Поволжье. Примерно одинаковая доля праворульных машин. 2,4 и 2,5%. В Центральном федеральном округе эта цифра не превысила и 1%. А вот Северо-Западный федеральный регион стал обладателем самого скудного автопарка с правым рулем. Порядка 0,2%. И чтобы дальневосточники меньше переживали по поводу запрета на праворульные иномарки, процитируем слова председателя правительства Дмитрия Медведева. До тех пор, пока наши люди покупают и ездят на машинах с правым рулем, государство не вправе запрещать это делать, потому что в противном случае это будет означать ограничение прав россиян. Благовещенские депутаты обеспокоены состоянием дорог в городе. На сегодняшний день в Амурской столице перекопано 207 участков дорог. А это, в свою очередь, вызывает не только недовольство автовладельцев. В конце июня количество перекопанных участков дорог должно было сократиться на 37. Однако не все дорожные траншеи были ликвидированы в срок. Есть, конечно, и такие организации, которые управляются со всеми ремонтными работами досрочно, но их среди общего количества – ничтожное меньшинство. Кстати, те компании, которые не выполнят свои обязательства вовремя, то есть не устранят дорожные повреждения, будут наказаны материально. Согласно законодательству, просрочка ремонтных работ обойдется организацией в 2000 рублей. И это не предел. Законотворцы пообещали пересмотреть систему наказания за затягивание ремонта. Пока в России идет борьба с затемненными стеклами и мастерами парковки, власти Франции обязали всех водителей иметь с собой алкотестеры. Соответствующий закон вступил в силу, как и у нас, 1 июля. Правительство страны надеется, что водители станут самостоятельно следить за пределом допустимых норм. Как сообщает BBC, каждый водитель должен иметь при себе два набора для определения содержания алкоголя в крови. Причем за отсутствие этого аппарата французского автомобилиста ждет штраф. И еще одно новшество. Кроме алкотестера, водитель должен иметь и возить с собой светоотражающий жилет и треугольный знак аварийной остановки. Кстати, последнее для нас далеко не ново. Не мудрено, что власти заинтересованы в снижении смертности на дорогах, и тем не менее, некоторые объединения расценивают это удачное лобби компаний-производителей алкотестеров. Мы, в свою очередь, в каждой программе ведем агитацию по соблюдению правил дорожного движения. Те, кто их игнорирует, зачастую попадают в нашу хронику происшествий. Смотрим. Делла в магазинах компании «Макс Интер» на Хмельницкого, 77 и на Кольцевой, 59. Комплексные охранные технологии. Элтика. Город Благовещенск. Улица Красноармейская, 159. Начнем хронику происшествий. С очень жесткого ДТП в районе Верхблаговещенска Тойота Би-Би, выезжая задом, попала под удар летевшего по трассе Харьера. Остановить Би-Би смог дом, вставший на ее пути. Оппонент замер в кустах. Оба водителя получили травмы, но от госпитализации отказались. По предварительным данным, рулевой Тойоты Би-Би был пьян, поэтому не смог разъехаться с Харьком на ровном месте. Вторым номером хроники происшествий стала история с Тойотой Краун, также сдававшей назад и зацепившей грузовик. Правда, в этом случае ущерб не столь значительный. Времени потеряли больше, чем денег. Хотя для такси время тоже деньги. Далее. Велосипед начал поворачивать с крайней полосы и врезался в Короллу. Я двигался со стороны Новотроицкого по Текстильной улице, со стороны 50-летия. И велосипедист с левой стороны свернул на проезжую часть, получается, и попал, получается, в бок моего автомобиля. Помощь сотрудников скорой в этом случае не понадобилась. На одном из нерегулируемых перекрестков Благовещенска водитель красной МПВ начал движение, не заметив кран. От мощного удара крутящаяся Мазда влетела в Марк. Мир, настоящий на противоположной стороне дороги, обошлось без пострадавших. Виновником признан водитель МПВ. Еще одно ДТП на этот раз оба водителя вину не признают. Грузовик зацепил «Тойоту Рангс» при развороте. Мне надо было развернуться в обратную сторону. Я показал левый поворот заранее. Смотрю, идет машина по крайнему левому ряду. Я остановился, его пропустил. Смотрю, за мной машина, три или четыре собралось там, я увидел. В зеркало же вижу, я же смотрю. И все, я смотрю, они остановились, я пошел на поворот. И тут вдруг этот... Кто виноват, установят сотрудники ГИБДД. Что делать, подскажут они же. Закончим хронику происшествий пожаром. На Амурской-1 горел барак. Как выяснилось, горел уже не в первый раз. Пожарные насчитали три выезда на этот адрес. По предварительным данным, виноваты дети. Личности и мотивы юных поджигателей устанавливаются. Устройства, предназначенные для контроля местоположения различных объектов в режиме реального времени, называются трекер. Трекер определяет свои координаты с помощью навигационных систем GPS или GLONASS и передает их через сотовую сеть. Трекеры различаются по функциям и назначению. Например, автомобильный трекер устанавливается стационарно под панель автомобиля. Помимо своей основной функции, трекер может контролировать и передавать данные об уровне и расходе топлива, где и когда автомобиль заводился, время простое и многое другое. Персональные трекеры имеют небольшой размер, чтобы можно было удобно разместить его в портфеле ребенка, на шейнике любимого питомца или в сумке для ноутбука. Портативный трекер со временем автономной работы до полугода можно скрытно разместить в автомобиле и в случае его угона вы с легкостью узнаете его местоположение. Сегодня трекеры имеют очень широкую область применения. И если вас заинтересовала эта информация, вы можете обратиться в нашу компанию для получения исчерпывающих ответов на все свои вопросы по данной теме. Служба аварийных комиссаров от Амурского экспертного центра. Телефон 561-861. На сегодня все. Смотрите «Перехват» и будьте в курсе горячих событий. Кстати, принять участие в создании следующей программы можете и вы. Став очевидцем происшествия, звоните по номеру 580301, а ваше видео выкладывайте на сайте dtp28.ru. В студии был Дмитрий Кораблев. Берегите себя и своих близких. Стали свидетелями происшествия? Звоните нам. Телефон 580301.